За 8 дней с 13 по 21 января в Верхнесалдинском краеведческом музее состоялось 23 фольклорных праздника, на которых побывали около 570 салдинских детей. В этом году гости святочных игр окунулись в мир старинных салдинских обрядов. Фоном является новая выставка, которую мы открыли буквально в декабре к 13-м Грумовским чтениям. Выставка называется «Этот старый Новый год». На этой выставке мы постарались отразить историю новогодних праздников, которые проходили здесь в Салде. Начиная с момента еще дореволюционного, все это связано с Софьей Германовной Грумк-Жемайло, основательницей салдинского театра. Отсюда пошла традиция устраивать новогодние рождественские. А уже затем мы рассказываем и о периоде запрета, и о елках военного времени, и, конечно же, рассказываем о том, как новогодние праздники отмечались в разных организациях и учреждениях. Гости музея стали зрителями, подготовленные сотрудниками выставки «Этот старый Новый год». В экспозиции банки из-под сладостей, елочные игрушки, новогодние открытки, календари и все то, что доставляло восторг и радость ребятишкам много-много лет назад. На фотографиях, которые принесли в музей жителей нашего города, моменты главного праздника из семейных альбомов, которые погружают в атмосферу домашнего Нового года прошлых лет. В 1929 году официально на государственном уровне было принято решение запретить рождественские елки, Рождество, ну и, соответственно, Новый год. И до 1935 года даже создавали специальные патрули, которые ходили по дворам и заглядывали в окна, а не стоит ли где елка, не отмечают ли праздники. И вот у нас, как выяснилось, по воспоминаниям салдинцев, была такая семья, которая в период запрета все равно организовывала праздники для своих ребятишек и для соседских. Вот как раз по воспоминаниям Зои Константинной Ханиной. И у нас есть эта семья на фотографии, есть дом, который до сих пор сохранился, 3-го интернационала 74, семья Нестеровых. Также гости любуются новогодними елками разных эпох, а сотрудники музея помогают определить, в какие годы наряжали ту или иную зеленую красавицу. Выставка «Этот Старый Новый год» будет работать и ждать посетителей до конца февраля. К слову сказать, экспозицию Верхнесалдинского краеведческого музея 13 января посетили и по достоинству оценили сотрудники Уральского отделения Российской академии наук.